Есть такая старая арестантская поговорка «Попал в тюрьму, меня и жену». Понятно, что в радости семью сохранить проще, чем в горе. Но вообще жизнь подкидывает неожиданные сюжеты. В конвойном помещении суда мы пьем чай с бывшим юристом. Он рассказывает, как работал в крупной фирме, хозяин которой был обвинен в мошенничестве и сбежал из России. Вместо него за решетку отправились бухгалтер и еще несколько сотрудников, которые сидят уже четвертый год. Мужику грустно. До ареста у него была красивая жена, маленькая дочь и лабрадор. Через полгода жена пришла в тюрьму на свидание, показала заявление на развод и деловым тоном предложила переписать на нее все имущество. «Я посоветовалась с людьми», — объяснила девушка. «Сидеть тебе очень долго. Нам нужнее». Добровольно мужик ничего переписывать не стал. Но и на сопротивление сил не осталось. Он просто наблюдал, как любимая методично отсудила у него машину, гараж, почти все деньги и половину квартиры. «Хорошо, хоть дочке разрешает звонить», — говорит. «В медведе я иногда пересекаюсь с парнем, для которого тюрьма тоже началась семейная драма. На воле он был успешным бизнесменом. Обожал и баловал свою жену. Однако после ареста девушка сказала, что на такое не подписывалась. По лагерям с передачами ездить не готовы и хочет простого человеческого счастья». Развод оформили быстро. Почти сразу красотка нашла нового супруга и выкладывала в соцсетях совместные фото с курортов. И все бы хорошо, но спустя год новый брак девушки тоже развалился. Какое-то время она пострадала, а потом написала арестанту, что все поняла, попросила простить и принять обратно. На этот раз, мол, до жёнов расписала тюремная администрация. «Дураком считаешь, да?» — спрашивает парень, прикуривая сигаретку. «Ну, может, я и правда дурак. Все так говорят. Люблю её. Что поделать?» В бутырке я подружился с дядькой, немного младше моего отца. Сидит уже четыре года, а грозит ещё примерно такой же срок. Рассказывает, что первые месяцы в камере он провёл как в бреду. Не мог поверить в то, что с ним происходит. Машинально запихивал в себя еду и почти всё время молча лежал на шконке. А когда немного оклемался, написал жене, «Сидеть мне долго, жизнь тебе ломать не хочу». Документы на развод передали через адвокатов. «Прости, прощай». В ответ получил письмо, в котором слова любви были смачно перемешаны с отборным матом. Суть такая. «Ты за кого меня принимаешь?» «Я тебя люблю и никогда не брошу». «А если думаешь, что можно от меня избавиться, сев в тюрьму, то подумай ещё раз, идиот». С тех пор мужик к этой теме больше не возвращался. Как-то у меня было свидание с родителями, и в соседней кабинке сидел этот арестант, а напротив его жена. Знали бы вы, ребята, как они друг на друга смотрели.